Защити нас! Да, помоги нам! Освободи нас! Подождите! Кто вы? И что здесь происходит? Мы его собственность, его рабыни и его наложницы. Пожалуйста, помоги нам сбежать! Чем я могу помочь? Если ты сумеешь сбежать, передай нашу желтик королеве, расскажи ей о наших богах в логове этого существа. Отнеси их к королеве феи, живущей в южной части Капкидуйских холмов. Так мы освободимся от этого Иреникуса и его подземелья. Если вы расставите желтик королеве феи, она служит в оборудовую жизнь и встречающую жизнь. Почему бы вам просто не уйти? Похоже, что вы не в клетке и не в цепях. В отличие от нас, совсем недавно. Мы не можем покинуть наши деревья! И наши деревья тоже уйдут! В таком случае я с радостью помогу вам. Спасибо! Возьми желтик и доставь их крылья в южной части Капкидуйских холмов! Но он забрал желтик! Он знает о наших планах! Они его забавляют! Он отдал наш желтик Ильичу! Ильич плохой! Тогда, я думаю, мне надо забрать ваш желтик у этого Ильича. Кто он такой? Где его можно найти? Ильич! Ильич – это вождь памятных хранов, что прислуживает хозяину. Он где-то в подземелье. Возвращайся к нам, когда будешь желтым, и мы скажем тебе, как сбежать! Так красиво! Я часто мечтала о отрядах этих прекрасных деревьев, и мы рады тебе, девочка. Юная восторженность – это музыка, которую мы так давно не слышали. Я мечтала, а он нет. Ваше очарование на него больше не действует, правда? Откуда ты знаешь? Он коснулся тебя так же, как и нас, да? Ильич ищет что-то, чего не может найти, и заглядывает в тех, кто знает об этом не больше, чем он. Ильич – это имя – синоним смерти и безобразия. Нет. Смерть звучит по-другому. Он показал мне. К черту его имя! К черту это место! Живи как можешь, там не должна, юная женщина. Ты не выживешь, если сдашься. Этому мы научились. Я научилась чему-то другому. Вы так прекрасны. Мне почти больно на вас смотреть. Я просто хочу домой. Карли, когда мы пойдем домой? Что это за комната? Такая красивая. Ох, нет. Не может быть, чтобы такие комнаты принадлежали той же личности, что эти ужасные капсулы. Вряд ли наш хозяин дает кому-то свои комнаты. Должно быть, это тоже его. Не, так не бывает. Только не наш знакомый. Это… Это кровать. Этот стол. Я про них знаю. Он говорил о них, когда… Когда он… Это предназначалось для его потери и на любви. И тут все сохраняется в неприкосновенности. Она… Она ненавидит его. Тут что-то вроде памятника. Он говорил об этом, но… Но… Его голос был холодным. Никаких эмоций. Даже воспоминаний о них. Он говорил об этом даже, когда резал. Когда резал. И когда заклинания вплетались в мой разум. Холодные мерзкие штуки. Он больше не сможет сделать тебе больно. Ты среди друзей. Мне до сих пор больно. Его безумные пальцы все еще в моей голове. Они продолжают делать то, что он начал. Я вижу кровь. И смерть. Затревая глаза. И негус. Это комната. Он о ней заботится. Если в нем вообще приемлемо это слово. Больше, чем о жизни любого из нас. Меня от этого просто тошнит. Я чувствую… Я чувствую такую ненависть. Я бы ее сожгла. Но она ничто для него. Сколько бы оно ни значило, все равно ничто. Давай поскорее делаем то, что надо. И пойдем отсюда. Меня от этого места тошнит. И остались. ihm и ичи ить ис и х и Продолжение следует...